Землетрясения В результате подъёма магмы наблюдается беспрецедентный рост землетрясений. Сейсмическая активность растёт и на дне океана, и на суше. Землетрясения появляются даже там, где их никогда не было. Но самое абсурдное, что сейчас сейсмические агентства, Международные сейсмические базы данных пытаются скрыть тот факт, что количество и магнитуда землетрясений растут. В реальности сейчас происходят куда как более сильные землетрясения, чем нам рассказывают. Вы наглядно видите экспоненциальный рост, неконтролируемое возрастание количества землетрясений в геометрической прогрессии. Чем больше будет происходить землетрясений, тем больше будет повышаться их магнитуда. Как вы видите, темпы роста сейсмической активности просто шокируют. На каждом следующем этапе количество землетрясений увеличивается в три раза. С момента прошлого форума за 161 день в мире произошло 686 мощных землетрясений магнитудой 5 и выше. Причём 10 из них — землетрясения разрушительной магнитудой 7. Некоторые регионы впервые столкнулись с сейсмособытиями такой силы. 29 ноября 2022 года в Канаде произошло несколько сильных землетрясений. Одно из них достигло магнитуды 5,8, что было впервые в истории региона. Мощные землетрясения в разных точках планеты привели к гибели людей. 21 ноября 2022 года в результате неглубокого землетрясения магнитудой 5,6 в Индонезии лишились жизни 318 человек, а пострадало более 7,5 тысяч. Обратите внимание, ранее такие разрушения и человеческие жертвы приносили очень мощные землетрясения магнитудой не менее 6 и даже выше. А теперь сейсмособытия на порядок ниже уже становятся фатальными. Мир был потрясен двумя катастрофическими землетрясениями магнитудой 7,8 и 7,5 в Турции и Сирии. Афтершоки продолжались даже спустя месяц. К началу марта их было уже более 11 тысяч, причем 2,5 тысячи из них имели высокую магнитуду. Всего лишь несколько минут землетрясения унесли жизни только по официальным данным более 50 тысяч человек. Накануне этого события, 5 февраля, серия глубокофокусных землетрясений произошла в районе островов Фиджи и Марианской впадины на глубине свыше 500 километров. Именно глубокофокусное землетрясение в Марианской впадине могло стать триггером турецкой катастрофы. Глубокофокусное землетрясение Землетрясение обычно происходит на глубине от 5 до 80 километров, где земная кора более хрупкая и растрескивается. Но последние десятилетия регистрируется рост числа землетрясений на глубине, где это считалось невозможным. Эта глубина — более 700 километров, где землетрясения происходить не должны, потому что породы внутренней мантии пластичные, как пластилин, и не могут растрескиваться. За последние 7 лет количество глубокофокусных землетрясений выросло в 10 раз. При подъёме давление в магме спадает, и она вскипает, как кровь при кавитации. И вот ответ на то, что такое глубокофокусное землетрясение в жидкой магме. Это и есть вскипание магмы, кавитационные взрывы. Вдумайтесь, в недрах нашей планеты начали происходить взрывы по своей мощности, эквивалентные взрывам тысячам ядерных бомб. Помните, мы говорили о Марианской впадине, где самая тонкая океаническая кора — всего 5 километров, и больше всего глубокофокусных землетрясений. То есть происходит больше всего кавитационных взрывов магмы. За время, прошедшее с прошлого форума до 31 марта 2023 года, произошло 429 глубокофокусных землетрясений по всему миру на глубине от 400 километров и магнитудой от 4, по данным USGS. За тот же период 5 лет назад было 308 землетрясений. В текущем году два случились в районе Марианской впадины. 3 января магнитудой 4,3 на глубине 566 километров, и 5 февраля магнитудой 4,3 на глубине 533 километра. Самых глубоких — 700-750 километров. По данным EMSC, было 5 землетрясений. Из них 4 в области Индонезии и 1 в области Аргентины. За тот же период год назад их было всего 2. К сожалению, наш прогноз о росте глубины, силы и количестве землетрясений также подтверждается на 100%. Проанализировав геологические данные за последние 100 тысяч лет, мы заметили, что резкие дрейфы магнитных полюсов происходили с определенной периодичностью. Согласно геологическим свидетельствам, в эти периоды происходило ослабление магнитного поля 8-10 раз. Что же происходит на планете с 1995 года? Начинается резкое смещение северного магнитного полюса со скоростью в 4 раза больше обычной. Одновременно с этим магнитное поле отобивает в 10 раз быстрее, чем ранее. В последнее время на планете фиксируют огромное количество аномальных полярных сияний. Ранее их наблюдали только жители городов за полярным кругом. А в последние полгода это явление видели уже над Центральной Европой, в Средней полосе России, на юге США, в Австралии и Новой Зеландии. Как правило, в полярных сияниях преобладает зеленый цвет. Но сейчас небо все чаще вспыхивает оттенками красного. И это тревожный сигнал, так как красный цвет – это свечение кислорода в низких слоях атмосферы. Такие сияния говорят о том, что магнитное поле продолжает ослабевать, пропуская все больше солнечного и других более опасных излучений ближе к Земле из внешнего космоса. Сейчас мы наблюдаем появление и рост и других магнитных аномалий. Магнитные крючки и трещины, коронарные свечения и стивы, световые столбы, поднимающиеся от Земли, и другие явления. Это черная метка климатического Цербера. И это страшно, так как аномальный рост этих магнитных аномалий также подтверждает критические процессы, нарастающие в ядре, о которых мы говорили в докладе. Вулканическая активность Согласно исследованиям Кернов-Льда, каждые 12 тысяч лет происходил аномальный рост вулканической активности. Мы уже знаем, что причиной этого является подъем магмы к земной коре. Обратите внимание на большие красные круги. Они указывают на то, что каждые 24 тысячи лет извержения вулкана более катастрофические. Такие извержения супервулканов уничтожали практически все живое на планете. Менее чем за два месяца после форума произошло более 50 извержений вулканов. Причем уже с середины ноября 11 мощных вулканов активизировались друг за другом буквально каждый день. Многие из них просыпались парами. 11 марта 2023 года на острове Ява в Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Немногие знают, что в это время человечество было на волоске от гибели. Еще один признак роста активности недр планеты – синхронизация сейсмической и вулканической активности. 18 марта 2023 года в Тихом океане у побережья Эквадора на глубине 66 километров произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. И рядом три стратовулкана синхронно увеличили свою активность. Пугает и то, что это взаимодействие проявляется на больших расстояниях. Землетрясение в Эквадоре также сказалось на Йеллоустоуне. Кальдера отреагировала землетрясениями. Извержение вулкана в Марианской впадине Более страшный факт, чем взрыв Йеллоустоуна – это прогноз о землетрясении магнитудой 10 недалеко от Марианской впадины. Таких мощных землетрясений еще не было на памяти нашей цивилизации. Это значит, что Магма легко прорвет 5 километров коры. Марианский желоб представляет собой зону субдукции, зону, где одна плита наползает под другую. Но мы изобразили 3D-модель Марианского желба именно так, потому что нижняя плита уже прямо сейчас растворяется магмой. Сейчас многие плиты размывают изнутри, а не растворяются раскаленной магмой, которая поднимается от границы ядра манья. Уже через два дня после форума, 14 ноября 2022 года, геологическая служба США заявила, что подводный вулкан Ахий, являющийся частью вулканической дуги на севере Марианских островов, в середине октября начал извергаться. Наряду с этим в Марианском желобе усилилась сейсмическая активность. Почти за 5 месяцев с даты форума в районе Марианской впадины произошло 33 землетрясения магнитудой выше 5, в то время как за аналогичный период год назад их было только 19. Прошло всего полтора месяца после форума, и 16 января недалеко от Японии по одной тектонической зоне с Марианской дугой произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Очаг залегал на глубине 409 километров. И в этот же день ниже по разлому произошла активация вулкана Несиносима. Если бы это землетрясение произошло чуть ниже, в самой Марианской впадине, мы бы не дожили до этого момента. Сейчас рост сейсмической и вулканической активности происходит севернее Марианского жёлоба, но активация будет сдвигаться к югу, то есть всё ближе к Марианской впадине. Всё это очень тревожные признаки, которые говорят о том, что процессы развиваются даже быстрее, чем мы рассчитывали. К сожалению, всё, о чём мы говорили в докладе на форуме «Глобальный кризис. Наше спасение в единении» сбывается. А вот какой ещё прогноз мы даём на основе нашей математической модели. Гидроудар Мы прочитали разные варианты развития событий и пришли к выводу, что в любом, даже самом мягком варианте происхождения нынешнего цикла, всё человечество погибнет. И согласно нашей математической модели, это произойдёт не позднее 2036 года. Дальнейшее развитие данных событий приводит к внутреннему растрескиванию коры нашей планеты. Местами будут происходить микроразрывы и в коре, что увеличит магматическую активность, и она будет нарастать ещё больше, пока не спровоцирует то, что в самой тонкой части коры, в океане, произойдёт масштабный разрыв. Это неизбежно. Этот разрыв произойдёт с вероятностью 99,9% в районе Марианской впадины. Гигантский объём магмы из магматического плюма в одно мгновение разорвёт Марианский жёлоб. И миллиарды кубометров воды встретятся с миллиардами кубометров магмы. Произойдёт огромный взрыв. Этот взрыв будет в эквиваленте в тысячи раз превышать весь запас ядерного оружия, находящегося на Земле. Под сильнейшим давлением океан не просто закипит, он взорвётся. Это поднимет огромный столб пара, смешанного с пылью. Этот гигантский столб пара под огромным давлением устремится настолько высоко вверх, что прорвёт нашу атмосферу. Атмосфера свернётся подобно одеялу, её просто сдует солнечным ветром. То есть нашу атмосферу сметёт в буквальном смысле слова вместе со всей водной оболочкой. Также одновременно этот гигантский взрыв вызовет мощнейший гидроудар. Гидроударь направленный вглубь нашей планеты. Произойдёт мощнейшая взрывная волна, направленная в центр планеты, в магму, которая будет тангенциально расходиться. И это спровоцирует дополнительные кавитационные процессы. Это приведёт к резкому расширению магмы во все стороны в 10 раз. То есть магмы станет в 10 раз больше. Это буквально разорвёт планету изнутри. Магма от такого удара будет вести себя, как газообразное вещество. Все вулканы, трещины, разломы, все границы литосферных флит разорвутся и извергнутся одновременно. Землю зальёт лавовыми потоками, так же, как это произошло на Марсе. Естественно, вследствие удара внутреннее ядро отскочит, и движение внешнего ядра становится. Наша планета умрёт. Этот процесс займёт всего несколько минут. Вследствие остановки ядра исчезнет электромагнитное поле нашей планеты и практически полностью гравитационное. А значит, все спутники упадутся колоземной орбиты, в том числе и Луна. Но нам, людям, это уже ничем не будет угрожать, так как вследствие этих событий мы, как человечество, уже полностью перестанем существовать. Вы видите перед глазами таймер, который отсчитывает время до того времени, когда планета, как живая, населённая жизнью планета, не сможет более существовать. Это факт, с которым мы живём уже более 10 лет. А с сегодняшнего дня с этим придётся жить и вам.